Куют металл, но об экологии не забывают. На завершающем дне Красноярского экономического форума крупнейшие компании рассказали, как будут вести бизнес и при этом заботиться об окружающей среде. Впервые на АКФ, на Роудшоу, организации не только представили свои ESG-проекты, но и познакомились с проектами коллег. В том числе и с других субъектов. Ведь регионы часто используют разные технологии и объединить их сейчас очень важно. Одно из самых чистых и зеленых предприятий склонны больше социальных проектов, другие предприятия экологической ответственности и реализации, например, проектов по посадке лесов или по сбору мусора. Но не зная опыта других организаций, иногда получается, что можно запретать заново велосипед. Когда есть уже представленные наработанные практики, это, конечно, намного облегчает, во-первых, для самых предприятий принятие решений. Для крупных предприятий, работающих в нашем регионе, вопросы экологии и социальной ответственности являются приоритетными. Краевые власти подобные инициативы компании активно поддерживают, но и сами движутся в этом направлении. Так, в регионе создан научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь». Норильский никель, к примеру, оказывает помощь малочисленным народам севера. Простыми словами, ИСЖ принципы – это управление компанией, при котором большое внимание уделяется защите окружающей среды, решению социальных проблем. Сюда входит забота о сотрудниках и потребителях, важны для предприятий, идущих в ногу со временем, и передовые управленческие решения. Это здоровая обстановка в офисах и достойная зарплата персонала. Явление зародилось в мире пару лет назад и уже добралось до нас. Сейчас российские компании повсеместно внедряют подобный формат в свой бизнес. В современных реалиях экология тоже никуда не уходит. То есть мы все-таки смотрим на картинку глобально. Долгосрочная повестка, она очевидно включает в себя и экологию, и социальную сферу. И более того, наш прогноз на ближайший 22-й год, 23-й, что социальная сфера будет доминировать, в том числе и как последствия экономических передряг, которые сейчас происходят. Продолжение следует...